Вот мне кажется, что вот этот кейс, он бы сейчас бы отчасти мог логически дополнить мою гипотезу по поводу первого кейса. Не могу, не справляюсь с терапией острой социофобии с раннего детства. Мега сверхценная потребность, всем нравится, очень специфичная. Дима, позвоните мне, давайте обсудим, выход только суицид или терапия, дай шанс. Ну, понятно. Дима, звони. Это не значит, что сейчас все должны мне писать в чат, что они хотят покончить с собой. Не нужно так делать. Алло. Алло. Дмитрий. Привет, Леш, слышно? Да, привет, слышно. Мы знакомы? Нет, мы не знакомы, просто мне так проще сразу на ты. А, окей, хорошо. Без проблем, я не против. Сколько тебе лет? Так, мне 20 лет. В общем, история такая. Ну, я уже отберусь о всей этой штуке, но чтобы разобраться, я очень рад, что ты ответил. Спасибо тебе, потому что, ну, если ты прочел, ты понимаешь, что, ну, ситуация у меня довольно такая, ну, неприятная для меня. Сейчас разберемся, что это за ситуация. Давай так, что ты имеешь в виду вот в твоем сообщении? Не справляюсь с раннего детства социофобией. Ну, расскажи, что такое социофобия с раннего детства и сверхценная потребность, всем нравится, и причем здесь сегодняшний день, и почему ты не хочешь жить? Ну, жить я не хочу. Ну, в общем, сейчас объясню. Смотри. История такая. То есть, с самого детства я был, ну, таким довольно, ну, ребенком с очень большой цензурой. То есть, отличник, все такое. Слушался родителей. Ну, и все это для того, чтобы, собственно, им нравиться. У меня довольно такие плохие отношения с отцом, то есть он меня никогда не хвалил, ничего такого не было. И я в детстве, когда, ну, придумал себе вот эту стратегию, нравится, то есть быть отличником и следовать всем правилам, я думал, что, ну, вот, что это нормально, как бы, ну, быть таким человеком. То есть, все, кто не следовал этим правилам, я их считал какими-то, ну, не знаю, неправильными. А правила, а что за правила? Так, правила были, ну, во-первых, у меня довольно рано, ну, появилась тяга к сложному полу по определенным причинам. Ну, я это подавлял. Что ты имеешь в виду тяга к противоположному полу по определенным причинам? Ну, вот, ну, хотел встречаться там с девушкой, не знаю, чувства там были. Но я это в себе подавлял. Во-первых, потому что, когда об этой тяге примерно, ну, в 6-7 лет узнали родители, они сказали, что это неправильно. Притом там довольно такой странный аргумент был со стороны отца, то что... Ну, у меня нашли какую-то там картинку с голыми девушками. Там, типа, карты какие-то были, я уже не помню. Друг дал. И отец мне сказал то, что вот с тобой живет мать и сестра. И представь, как им тяжело, когда они думают, что рядом вот такой извращенности. У меня это прям так глубоко в душу запало, что я подумал, все, это нельзя. Вот так. Так, ну, а теперь, собственно... Сейчас, секундочку. А что за правила, с которыми ты рос в детстве? Так, ну, правила такие. Не выражать свои эмоции. То есть, я не знаю, может, потому что отец меня все время картиковал, то есть очень много ругал. И у меня это вызвало такой сильный страх, что я очень сильно боюсь отца, боюсь его отрицательных эмоций. И вот моя сциофобия, она связана как раз с тем, что я боюсь, что человек окажется вот по своему типу таким же, как и мой отец. А как твой отец реагировал на твои эмоции или на твои какие-то самости? Мой отец, это вот, если его описать как человека, то есть это такой довольно, ну, обычный тип человека. Это человек, у которого тоже есть какие-то свои правила, который очень-очень в них уверен. И когда что-то идет не по ним, ну, он тебя в этом очень сильно критикует. То есть, сейчас я так понимаю, да, что он просто такой человек, у него там свои правила, свои... А как маленький мальчик Дима воспринимал критику отца? Критику отца я воспринимал следующим образом. То есть, когда он проявлял вот этот негатив, все, о чем я думал, это максимально напугать себя, что я делаю неправильно, и внушить себе, что я действительно делаю неправильно. И вот это было постоянно, он меня очень часто ругал. А что боялся Дима? Вот ты что-то сделал неправильно, вот папа недоволен. В чем страх? Так, ну, страх был в том, вот я это тоже как бы тоже об этом много думал, что я не смогу удовлетворять вот свои потребности. То есть, это довольно, ну, может непонятно звучать, но смотри, как это работает. То есть, у меня очень, ну, большой страх людей, но бывают моменты... Нет, подожди, подожди, ты не услышал вопрос. Я конкретно про папу спрашиваю. Почему папина мнение и папина слова вызывали у тебя такой ужас? Ну, потому что он меня, ну, так наказывал, так относился ко мне, ну, после этого, когда я его злил. Что я думал? Как наказывал, а как относился? Ну, не знаю, там, ставил в угол, ну, в общем, я это воспринял так, что я не смогу вообще никакие свои потребности удовлетворять. Был в детстве случай, что он меня оставил на остановке, ну, это, не знаю, лет пять было, и уехал. Но я тогда даже не успел испугаться, я просто ничего не понял, поэтому я не знаю, влияет это или нет, что я будешь быть брошенным. То есть, тут больше, знаешь, такая штука, что я боюсь, что я не смогу удовлетворять свои потребности. Стой, подожди, 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 тормози, я кое-что запишу. Смотри, я сейчас скажу тебе один тезис, а потом мы с тобой продолжим, да? Значит, первое, ты сейчас говоришь о такой достаточно нередкой истории. Это можно тезисно характеризовать, как накажут за проявление собственных потребностей и собственной индивидуальности. Да, 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 именно так. Притом я, можно сказать? Да, вот это накажут за проявление собственной потребности и индивидуальности у тебя вбито в голове. И вот это страх наказания, подожди, Дим, не торопись, страх наказания за проявление собственных потребностей и индивидуальности, мы сейчас с тобой немножко поисследуем. Расскажи мне, пожалуйста, что за потребности ты боялся не реализовать из-за чьего-то наказания, а именно из-за папиного? Какие потребности ты боялся не реализовать из-за папиного мнения или папиного поведения? Так, сейчас. История, в общем, такая. Я, как бы, ну, считаю себя немного, ну, не таким, как все. То есть у меня иногда возникают такие мысли-потребности, которые другие люди не делают. Это какие? Ну, вот, например, не знаю, решение какой-то задачи, да? То есть люди ее решают определенным образом, а у меня на нее другое видение. И мне кажется, что так делать не надо, потому что они так не делают. То есть у меня, как бы, стоит табу на действия, которые я раньше не видел. И так, ну, практически во всем. Это у меня вызывает огромный страх. Что такое табу на действия, которые ты не видел? Ну, и что ты понимаешь? Ну, смотри, вот, например, ну, не знаю, познакомиться с девушкой, да? То есть я никогда не видел, как это делать, поэтому все, что мне приходит в голову, я это делать не могу. То есть я не могу вынести, что мне там откажут или еще что-то. Но если я, допустим, увижу, как человек... А почему ты не можешь, подожди, почему ты не можешь вынести, когда тебя откажут? Ну, для меня вот этот отказ воспринимается как негатив соразмерный, но негатив у отца, и что я не смогу также, ну, благодаря своей потребностью. Какие? Ну, например, сказать что-то, то, что я хочу в данный момент, там, не согласиться с кем-то, выразить свою мысль, свои чувства, то есть, ну, вообще абсолютно любое, все, что я хочу... А как отказ девушки связан с неудовлетворением твоих потребностей сказать, не согласиться и выразить чувства? Для меня это воспринимается как негатив, в том смысле, что вот то, что она мне отказала, значит, она ко мне относится плохо, и теперь все ко мне будут относиться плохо, если об этом узнают. Вот так вот. Какие вопросы? Кто такие все? Абсолютно все, с кем я буду взаимодействовать, весь социум. Вот ты пришел в кафе, увидел девушку, подошел к ней, она говорит, вы знаете, вы не в моем вкусе, и как этот социум твой этот поймет? Это. Еще раз говорю, ты подходишь в кафе к девушке, говоришь, давай знакомиться, она говорит, ты не в моем вкусе, иди нахер. Каким образом твой социум об этом узнает? Скажи, телепортируется эта информация, или вы там все подключены к астральной базе знаний? Или у вас вай-фай в мозге у всех? Нет, чисто объективно я все это понимаю, но... Нет, объективно я надеюсь, что ты это понимаешь. А как ты это себе представляешь? Вот она тебе отказала. И как ты видишь о том, механику, что все узнают? Сейчас, Леша, одну секундочку, подожди, хорошо? Угу. Так, ну, если такая ситуация произойдет, то есть я могу ее смоделировать, то после отказа, я, понятное дело, отойду от нее, сяду, и в голове у меня будет мысль, что в данный момент все думают, что я сейчас, ну, какой-то, ну, неправильный. То есть никто не будет со мной взаимодействовать. Неправильный. Если я в данный момент подойду после этого к кому-то из тех, кто рядом, то мне точно скажут, ну, типа, иди отсюда. Грубо говоря, с тобой не будут дружить, да? Потому что если она отказала, это равно я плохой человек. У меня еще здесь была такая история, и я вот не рассказал. Подожди, хорошо, давай, говори про историю. В общем, из-за того, что у меня из-за отца была очень низкая самооценка, я всегда прививался к одному человеку, ну, грубо говоря, к одной компании, и всегда мне дружил. Но так совпало, что там всегда был какой-то авторитет, и меня очень часто, ну, бросали. То есть бывало мы идем, идем, они просто начинали убегать, физически немного догнать, и я оставался один. Ну, и после этого я, естественно, в этих компаниях всегда старался мне понравиться, чтобы такая ситуация не повторилась. Ну, и в таких компаниях я был, ну, наверное, все время. То есть как бы сформировал привычку таких вот токсичных отношений всегда. Когда я, типа, ну, нахожусь в компании, где должен всем нравиться. Вот так вот. Смотри, перечисли мне компенсаторное поведение, мне сейчас это очень важно. Итак, всем понравится. Что ты еще делаешь, чтобы тебя не бросили? Так, чтобы меня не бросили, что я делаю? Ну, не выражаю мнения, какие-то чувства, на которые считаю, что может быть потрясательная реакция. То есть, может, я раньше видел потрясательную реакцию. Подожди, подожди. Итак, я стараюсь всем понравиться. Не выражаю мнения. Не проявляя чувства. Так? Да-да-да. Не проявляя чувства. Молчу. Да-да. Особенно, когда вот уверен, что может быть негативная реакция. Вот это особенно тогда. Молчу, когда разные мнения, да? Да-да-да. Вот если говорят какое-то мнение, с которым я не согласен, особенно если ты говоришь, что человек похож на моего отца. Подожди, сейчас не торопись. У тебя ручка есть под рукой? Ручка. Сейчас, секундочку. Я могу записывать. Одну минутку. Сейчас. Сейчас, что я пишу. Значит, смотри. Две колонки делаешь. Левая и правая. Левую оставляем пока пустую. Правую заполняем. Значит, первое. Всем понравится. Всем понравится. Второе. Не выражаю мнения. Третье. Не проявляю чувств. Не выражаю мнения, не проявляю чувств. Четвертое. Молчу, когда разные взгляды. С отцом тоже особенно. Сейчас про отца поговорим. Дальше что ты делаешь в социуме? Ну, стараюсь вести себя невызывающе, получается. А, вот я, допустим, за автобусом боюсь побежать. На меня обратятся внимания. То есть, не привлекать к себе внимания. Не привлекая, пишем. Не привлекая внимания. Не привлекая внимания. Не отвечаю, да? Не ошибаться и не показаться неумелым. Вот такая штука еще. Стараюсь не ошибиться. Да. Стараюсь... Ну, и не показаться неумелым. Сейчас запишем. Стараюсь не ошибиться, не показаться, не быть неуклюжим. Дальше, что еще ты делаешь, чтобы не остаться одному? Так, ну не обидеть другого человека. Да, беру на себя, пишем, беру ответственность за чувство другого. Если ты чувствуешь, что он обиделся или он может обидеться, скорее всего, идешь на уступки. Да. Как ты идешь на уступки? Так, ну, то есть, либо исправить свое поведение о том, на что он обиделся, либо как-то извиниться, сделать все, чтобы он меня попростил. Иду на уступки, извиняюсь. Иду на уступки, извиняюсь. Заглаживаю вину. Еще, как ты себя ведешь, чтобы не произойти плохого впечатления, и чтобы тебя не бросили? Как маленький Дима себя вел с папой, чтобы папа не сказал плохого и сказал хорошее? Как себя вел? Ну, из этого списка, наверное, вот если все на него переносить, то так себя вел. Ну, это понятно. Всегда соглашался. Хорошо, теперь следующий вопрос. Послушаем внимательно. Я стараюсь всем понравиться, не выражая своего мнения, не проявляя чувств, молчу, когда у нас разные взгляды, не привлекая к себе внимания, стараюсь не ошибаться и не проявлять неуклюжесть, беру ответственность за чувства других, стараюсь никого никогда не обидеть. И если кто-то обиделся, то я все время извиняю и заглаживаю вину. Как тебе от этого поведения? Мне от этого поведения ужасно, но вот я хочу очень важные моменты добавить ко всему этому. Я в этой истории уже варюсь год буквально, то есть в твоем канале я узнал 7 месяцев назад, пострел видео, но вначале было именно так. То есть когда я понял, что со мной что-то не так, я понял то, что оказывается то, что я воспринимаю, другие люди так не воспринимают, это мое восприятие, оно неправильное, то есть очень дискомфортное и вообще для существования неподходящее, то есть вообще неадаптивное, оно ужасное. И после этого я уже хотел покончить с собой, но решил пожить годик ради интереса, вот узнал о тебе. А покончить с собой, как здесь вообще связано? Ну мысль была такая, как бы я думал, что я не смогу нормально жить, во-первых. Подожди, подожди, почему ты не сможешь нормально жить? Ну вот ты стараешься всем понравиться вот таким списком, а почему ты не можешь нормально жить? Таких людей, которые вот так себя ведут, тут полгруппы, я тебе уверяю. Но что-то они не очень хотят с собой покончить. И как тебе это мешает? Проблема в том, что я чувствовал, как жить без этого, и я понимаю, что это... Ну я на тот момент думал, что так жить не смогу. Ну я понял, что я не хочу жить таким, как я сейчас. То есть всем нравится придумывать какие-то мысли других людей. Ну тогда давай совершим убийство той старой модели поведения и мышления, а не жизни физической. Ну да, да. И ты можешь действительно совершить убийство того самого парня, который завел себя в глубокий ошибочный тупик. И его тупик заключается только в одном. Чтобы не допустить каких-то последствий ужасных, я буду себя как-то вести. Поэтому пишем в левой колонке с тобой. Вот туда есть правая колонка, есть левая. В левой колонке пишем «недопущение». Недопущение, двоеточие. Расскажи мне, что категорически не должно произойти в твоей жизни. Первое. То, чего я больше-больше всего боюсь, да? Прям больше. Да. То, чего я даже не допускал ни разу как раз в жизни. Да. Это отказ девушки, это прям больше всего. Вот почему-то... Что ты имеешь в виду, я не очень понял. Ну, то, что ты выражаешь девушке свои чувства, а она тебе отказывает. То есть, первое. Я не допускаю отказа. Отказа девушки. Второе, что ты не допускаешь. Так, второе. Это вот взять человека, похожего, ну, психотипно своего отца или своего отца. Посвариться с ним, ну, и никак это не загладить. Не, подожди. Ты стараешься всем понравиться, не выражать свое мнение, не проявляешь чувств, молчишь, там, стараешься не ошибаться, быть хорошим, бла-бла-бла, потому что не должно что произойти. Ну, я буду с человеком в отношениях, когда он мне точно негативно ответит. Вот так вот. Не понял. Ну, вот я с человеком в отношениях, с любым, что когда бы я к нему не подошел, он мне скажет, типа, вот мы с тобой, типа, не дружим, отставят меня. Вот такую ситуацию я не могу допустить. А, то есть ты не допускаешь ситуацию, чтобы тебя бросили. Ну, да, чтобы был человек, с которым у меня полностью негативное отношение, с которым... Бросили, тире, отвергли. Да, 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 полное отвержение навсегда. То есть, если, грубо говоря, к тебе подходит человек, говорит, я больше с тобой не хочу дружить. Ну, он должен быть как бы в моем окружении, это понятно. Ну, какое-то твое приятие, говорит, все, между нами все кончено. Ну, если у нас... Ну, какую ситуацию могу представить? То есть, если я ему как-то насолил, ну и все, он мне сказал, все, больше мы не дружим. И что это для тебя значит? Если он был всем, а больше не дружим. Вот я копался в себе, очень много пробовал разных поведений, ну, как поведенческая терапия. Вот заметил один очень интересный момент в себе, что у меня, ну, очень-очень плохо развита самостоятельность и преодоление дискомфорта. И вот мне кажется, что вот этот страх, что меня отвергнут, как раз стоит на зависимости от других людей. То есть, я привык, что мои потребности кто-то удовлетворяет. Потому что, как я сказал, я в свое детство был в компании, ну, где был какой-то, можно сказать, мой... Какие потребности удовлетворяют? То есть, что сейчас, не знаю. Ну, решать какие-то проблемы, как себя развлекать. То есть, все это за меня кто-то решал. Стой, тормози, тормози. Ты сейчас говоришь мне следующее. Я никогда сам не выбирал, что я хочу. Ну да, можно так сказать. Я никогда сам не выбирал. Вот тебе классический поведенческий паттерн. Я никогда не выбирал между желтым, красным и зеленым, потому что боялся выбрать неправильно. И понятие за это ответственность на наказание. И чтобы не испытывать наказание, ты перекладывал выбор на других. Согласен? Да, согласен. Вот это надо записать. Это чистой воды психические рефлексы. Но у меня эта привычка, она... Подожди, подожди. Минуя выбор свой, я перекладываю его на других. Можно я добавлю сейчас еще? Давай. То есть вот такая штука, она была раньше, а сейчас, ну, когда уже это все усилилось. Я его даже не перекладываю, а просто не делаю. То есть я боюсь делать то, что я сам хочу, и делаю только то, что предлагают другие в основном. Но это то же самое. Потому что проблема не в твоем выборе, а проблема в твоем гипертрофированном отношении к последствию выбора. Но, грубо говоря, мы с тобой пришли в магазин. Перед нами витрина с пивом. Я тебе говорю, Димон, что будешь? Ты говоришь, а ты что? Нет, нет, тут я выберу. А почему ты тут выберешь? Потому что я знаю, что от того, что я сделаю свой выбор или не выберу, не будет негативных последствий. Только когда могут быть негативные последствия. Значит, у нас с тобой оказывается, есть еще и дифференциация. То есть есть выборы, которые ты делать можешь, и есть выборы, которые ты перекладываешь на других. Выбор, который ты делать можешь, это то, внимание, сейчас очень важно, где последствия, то бишь моя концепция недопущений, не работает. То есть ты можешь допустить, что мне не понравится твой выбор пива, и ты к этому недопущению относишься взвешенно. Ты говоришь, да, действительно, Леша, может, не понравится. Я знаю, что тебе это не понравится, то я его, скорее всего, выберу. Ну, грубо говоря, ты не так напряжен по этому поводу. Что даже если у нас с тобой взгляды не сойдутся в выборе пива, ты все допускаешь, что ты можешь выбрать что-то свое. Ну да, я знаю, что это не будет сильно негативным. Вот, поэтому давай запишем это, это очень важно. Проблема не в самом даже рефлексе, а проблема в его окончании, где ты говоришь себе, если я выберу что-то или сделаю что-то, а именно, если я кому-то не понравлюсь, если я выражу свое мнение, которое кому-то не понравится, если я испытаю чувства, которые кому-то не понравятся, если я выражу свое мнение альтернативное, и оно кому-то не понравится, если я привлеку к себе внимание, если я, значит, как-то отсвечу, вот последствия будут какие. В чем там катастрофа-то, собственно говоря? В чем ты видишь катастрофу в этих последствиях? Давай назовем это в целом. Если я не понравлюсь, в чем катастрофа? Ну, катастрофа в том, что я с этим человеком потеряю отношения. Так. И дальше в чем катастрофа? Алеш, можешь минутку пожать? Телефон раздарится. Буквально через минутку свяжусь. А, ты перезвонить хочешь? Да-да-да, минутку буквально. Спасибо большое. Очень хороший кейс. Первый раз его придется прервать. Сопротивление, все-таки, как говорил Юнг в этом смысле, феномен каталитической поляризации работы. Значит, да. Я прошу всех обратить внимание на этот разбор, потому что мы идем по методике. Мы идем по методике именно по основной моей методологии. Это очень важно. Чтобы вы видели, что такое компенсаторное поведение, что такое недопущение. И вот у нас есть компенсаторика, да. Всем понравится и жить вот так вот. Проблема, все поняли, что не в этом, да? А проблема в том, что вот это все компенсаторное поведение, которое ему не нравится, оно воспроизводится во имя очень иррациональных отношений к последствиям. Все поняли это? Именно с последствиями надо работать. То есть, когда ему станет все равно 50-50 на то последствия, которые может быть, а именно, его пошлют нахер, он не понравится, его разлюбят, отвернутся. И если он скажет, да, такое может случиться, и я найду кого-то другого, он выздоровеет. Увидите. Но он с детства, сейчас мы об этом поговорим, как эта связка работает, настолько преувеличивает последствия негативного мнения о себе, что для него это смерти подобно. Вот сейчас попытаемся ему это объяснить. И объяснить ему, как выглядит его главная ошибка в поведенческом паттерне. Потому что, продолжая отрабатывать изо дня в день всем понравится, а именно, не выражать мнения, не проявлять чувств, молчать, не привлекать внимания. То есть, он фактически должен сейчас будет у нас получить домашнее задание. И вы его увидите. Кейс потрясающий вообще. Он очень технологичный, и он очень многим понравится, я думаю. Ну давай, Димон, где ты? Мы тебя вселеним. любим. Вот вам типичный кейс, как коррелирует. Помните, кто на 19 сезоне был? Ребят, помните, я говорил на одном из занятий о том, что о том, что чем жестче недопущение, тем жестче компесаторика и симптоматика. Вот вам как это в терапии выглядит. Слишком жесткое недопущение, иррациональное, базирующее на психотравме детского периода в отношениях с отцом, формирует компесаторное поведение, которое абсолютно неэффективны, которое унизительны, которое не личностные. И вот нам человек, почему у него депрессивная концепция, да? Потому что он не живет так, как он хочет. Все поняли это? Он не живет так, как он хочет. Я извиняюсь. Ничего страшного. А зачем ты извиняешься? Ну, блин, знаешь, я на самом деле мало верил, что ты меня таки выберешь, все-таки выбрал, а тут, блин. Но давай так, произноси сейчас фразу. Мне вообще похер, что я отключился, продолжаем. Мне похер, что я отключился, продолжаем. Молодец, еще раз, только поуверенней. Мне похер, что я отключился, продолжаем. Супер, еще раз уверенней. Мне похер, что я отключился, продолжаем. Что-то я тебе не верю, что тебе похер. А давай поуверенней. Мне похер, что я отключился, продолжаем. Мне похер, что я отключился Продолжаем О, вот теперь верю Что ты сейчас чувствуешь, когда ты вот это последний раз сказал? Чувствую, не знаю Какую-то уверенность Что все будет хорошо Будет все у тебя прекрасно А теперь, друг мой, слушай меня внимательно И потом этот кейс пересматривай Твоя терапия на самом деле не сложная Проблема вот того, что у тебя там были суицидальные мысли Заключается в том, что тебя можно понять Когда человек ведет себя так, как ты перечислил Он себя унижает Он постоянно не выражает себя как личность Он молчит, не выражает Поддакивает, подлизывается И так далее Это его постоянно системно унижает и фрустрирует И в итоге сама по себе личность Которая способна выбирать Которая способна выражать Которая способна быть индивидуальностью Плавно затухает Во имя концепции Лучше как так, чтобы понравилось Лучше как все То есть такая, знаешь Тотальная Так, тотальный конформизм Если ты понимаешь слово конформизм Я его слышал Но сейчас немного подзабыл Конформизм Это тогда, когда ты Как бы подстраиваешься под мнение массы Ну, так, чтобы Вот, например, все пьют белое пиво И ты пьешь белое, хотя хотел черное Все пьют, блядь, Гиннес Там, я не знаю, ирландский А ты Гиннес терпеть не можешь А ты будешь пить Гиннес Чтобы тебе не подумали, что ты мудак Ну, примерно, понял, да? Конформизм это подстройка под мнение социума Так вот, смотри, друг мой Если ты будешь продолжать в том же духе Терапия твоя будет равна нулю Единственное, что тебе нужно Это внедрить Очень четкое понимание Что тебе придется идти в антагонизм Своих паттернов Пишем Первое Можно назвать терапия Или рекомендация Первое Ты должен вот этот свой список Который мы с тобой написали Всем нравится Не выражать мнение Не проявлять чувств Реверсивно перестроить по-другому Например Я стараюсь всем понравиться Реверсивно как? Я иногда стараюсь кому-то не понравиться Не выражая своего мнения Реверсивно как? Я принципиально выражаю свое мнение Не проявляю чувств Я принципиально выражаю свои чувства Ты знаешь, если честно, мне сейчас обидно Или Молчу, когда разные мнения Ты говоришь Вы знаете, у меня другое мнение по этому вопросу Оно у нас разное, но это нормально И выражаешь его Не привлекая внимания Ложишься на пол в торговых центрах 7 дней в неделю каждый день На фоне людей Я не шучу Через неделю выздоровеешь Вот увидишь Вон у меня девочка Кстати, я вам обещал рассказать Неделя повалялась в торговом центре Уже все неплохо Каждый день Подожди Подожди Ты не слушаешь меня Стараюсь не ошибиться Ошибаюсь Если ты поймешь этот важный терапевтический момент Ты потом скажешь спасибо Если ты его провафлишь То ты его провафлишь Потому что если ты будешь отрабатывать старые психологические рефлексы Психические рефлексы Не говорить Молчать Ты будешь топтаться на месте Терапии не будет никакой вообще Но Тут есть второй пишем Второй пункт терапии С чем он связан Он связан с огромным Страхом Последствий Потому что Проблема не в том Чтобы Проблема в том Что если ты кому-то не понравишься Это нормально Это похер Если ты будешь выражать свое мнение И это мнение кому-то не понравится Это ничем тебе не угрожает Ты просто с детства Преувеличил настолько сильно значимость Последствий того Что ты будешь каким-то Антиподом кому-то Что папа с тобой делал такого И как ты себе Продал в детстве идею Что если я не понравлюсь отцовской фигуре Это пиздец Вот в этом и есть вся ошибка твоя Маленький ребенок На уровне инстинктов Сложил неправильно формулу Он говорит Если я не понравлюсь Отцовской фигуре А под отцовской фигурой Мы понимаем Лучших друзей Авторитетных людей Девушку В этом смысле Вот этих людей Если я им не понравлюсь И буду отвергнут Это все Это лютый ад Потому что по факту Если тебе девушка скажет Дим ты не в моем вкусе Это вообще не лютый ад Это просто означает Что ты пойдешь Знакомиться с другой Если ты кому-то Выразишь свое чувство Или свое мнение И кому-то что-то не понравится Это никакой не лютый ад Это означает Что у вас просто разные Разгляды и мнения То же самое Касается твоего папы Ты всегда мог выражать Свое мнение с отцом И несмотря на то Что папа говорил Что ты конченый мудак Что ничего из тебя не выйдет Что так неправильно Это была сугубо его позиция Его позиция Потому что Если у тебя папа любит бананы А ты любишь яблоки Это не значит Что ты мудак Это значит У вас разные гастрономические предпочтения Если у тебя папа думает Что надо быть космонавтом И хирургом А ты хочешь быть флористом И дизайнером одежды Это не значит Что ты мудак Это значит Что у вас разные вкусовые И в принципе Идеологические взгляды Если у тебя папа голосует За коммунистов Леш, Леш Да Вот это я все понимаю Насчет объективной штуки Мне хотел очень важный момент сказать То есть я Конечно все это Очень много ситуаций Объективно переработал Некоторые даже Полностью в ноль По эмоциональному напряжению Убрал Но вот насчет вот этого Очень сильного страха Да Я заметил такую особенность Что он обусловлен тем Что я привык С детства Может из-за матери Которая мне гиперопекала Может из-за компании В которой я не принимал решения Что все мои потребности Которые возникали Они решались сами И я вот Как раз из-за того Что не умею сам их решать Испытываю такой Подожди О каких потребностях Ты говоришь Которые решались сами Ну например Любое проявление дискомфорта Мать решала Ну не знаю До пяти-шести лет Абсолютно любое И что Тебе должны все жопу целовать Ну вот Да Такое еще не есть Вы мне не ценуете жопу Я убьюсь пойду Ну я испытываю Из-за этого напряжение Я вот хотел спросить Можно ли уменьшить страх тем Что я стану более самостоятельным И независимым от людей Я тебе только что сказал Что для этого надо делать Первое Делать реверсивные поведенческие упражнения Но у тебя проблема в том Что реверсивные поведенческие упражнения Надо делать тогда Когда ты поймешь Каких последствий ты боишься Ты говоришь Если я буду выражать свое мнение И я кому-то не понравлюсь То я любимый От этого пострадаю С хуя ли это Ты пострадаешь Если ты кому-то не понравишься Что тебя не отсосуд тебе В этот момент Что ты не понравишься кому-то Что случится-то Я считаю Что я останусь один Но я не смогу удовлетворять Вообще никакие свои потребности Но блять Ты что на острове один живешь что ли Вот если бы ты жил на острове Где было племя 100 человек И тебя племя изгнало бы То у тебя была бы объективная история Что ты можешь действительно остаться один Ты в каком городе живешь? Я в Ростове И что у нас Ростов маленький город Что ты Если ты кому-то не понравишься То тебя любимому никто не пососет больше Таких Знаешь сколько народу Ты сегодня не понравился Одному человеку Завтра не понравился Десятеры Десятим Десять человек Тебе В общем Ты не понравился им И что? Есть двадцать Тридцать Сорок Проблема не в этом Проблема в том Что твоя эго И твоя гордость Не хочет в этом ехать Ты говоришь Я хочу Чтобы я всем нравился И если я буду всем нравиться Мои потребности будут Блять удовлетворяться Как это вообще? Ну это тоже не работает Естественно Конечно это не работает Потому что нравится Всем удовлетворять Потребности Тоже не одно и то же У тебя просто Неправильные Шлейфы Понимаешь В компьютер включены Там где надо включить Желтый Блять в желтый У тебя желтый В зеленый А там где зеленый В синий У тебя зеленый В зеленый У тебя зеленый В синий Понимаешь? Вытерни шлейф И включи их на место Первый шлейф От того Что ты понравишься Или не понравишься Твои потребности Хуже и лучше Не станут удовлетворяться Услышь меня Повтори это вслух Того что я понравлюсь Или не понравлюсь Мои потребности Не перестанут удовлетворяться Или нет А как ты это понимаешь? Ну я это именно так и понимаю Но вот Из-за неумения строить Само отношение Удовлетворять свои потребности Вот мне кажется Что Если я с кем-то их нарушу То все Я останусь Хорошо Следующий вопрос Какие потребности Друг мой Ты не можешь сам удовлетворить? Ну потребность в общении То есть Я как бы сам не умею строить отношения Сам этого никогда не делал Какие отношения? С кем? Ну С кем угодно С любыми людьми То есть Вижу человека Любого Скоро хочу поговорить Не могу Потому что боюсь отказа Ты боишься не отказа Ты боишься Что этот отказ Тебя характеризует Ну да Для всех Хорошо Идем дальше Второй тезис Если мне Если я Не в чем-то вкусе Или если я кому-то не нравлюсь Как меня это характеризует? Можешь объяснить мне? Никак Это характеризует Только этого человека Его взгляда Его вкус Вот ты это понимаешь На уровне логики Я недавно записывал подкаст Вчера ночью Для вас В машине Что когнитинопонимическая терапия Здесь вот немножечко Пересекается с аналитической Потому что на уровне логики Ты все понимаешь Правда же? Что-то не доказывает Что-то не означает Ты понимаешь Что если от тебя кто-то откажется Есть еще второй Третий Вот на уровне логики На уровне диспута Ты это понимаешь Окей? Но ты В глубине Не имеешь Поведенческого паттерна Где ты Пошел В кавычках Насрал Блядь Комму-нибудь На стол Тебя послали Нахер И ты увидел Что ничего в твоей жизни От этого не поменялось Именно так Вот отсутствие Этих поведенческих Адаптаций И является Твоим Пробуксовочным Местом Понимать Ты можешь Блядь Сколько угодно Но ты Не идешь На свидание Тебя нахуй Не посылают И у тебя Нет этого опыта Тебя надо Простите меня За мат Но в этом кейсе По-другому Уже не получится Чтоб он запомнил Ты должен Пойти На 50 свиданий 30 из которых Тебя должны Послать нахер И вот Если ты Эту цифру Василиш 30 свиданий Где тебе скажут Чао бамбина Сеньорита Сеньора Вот тогда Да у тебя будет Новый поведенческий Паттерн в голове Что если меня Послали нахер Ничего страшного Не происходит Потому что Есть еще 30 И еще 20 И еще 50 И ничего не меняется Но у тебя нет Этого навыка От того что Меня посылали Цать раз нахер И ничего не поменялось В моей жизни На 20 найдешь Второе Вот этого тебе И не хватает Потому что Именно так Прорабатываются Недопущения Услышь меня Недопущения Нельзя прорабатывать Сидя дома На диване Недопущения Нельзя прорабатывать Просто логикой Было бы лучше Если бы я всем нравился Но я понимаю Что если я кому-то Не понравлюсь Это меня не характеризует Меня не доказывает Что я плохой И люди все думают По-разному Это блять Не работает Работает тогда Когда ты пойдешь Ляжешь на пол На тебя половина Посмы Как на мудака В торговом центре Подойдет охранник Скажет Что с вами Ты скажешь Ничего Все хорошо Встанешь На тебя все Посмотрят Ты пойдешь дальше Потом ты придешь На следующий день Опять ляжешь В торговом центре На пол Звездой В шавасану Люди будут на тебя Своих Как-то полного мудака А кому-то Будет похер Ты опять встанешь Увидишь Что ничего не поменялось Мир не рухнул И вот когда Ты увидишь Что от того Что о тебе подумали Что ты мудак Мир не рухнет Когда девушки Тебя откажут Скажут Братан Ты не в моем вкусе Мир не рухнет Вот этот поведенческий навык Тебе нужен Он у тебя тупо Дима Прости меня Атрофирован У тебя нету Опыта Отказа У тебя нету Опыта Выглядеть мудаком У тебя нету Опыта И ты думаешь Что там Знаешь Какая-то катастрофа Вот когда у людей Паническая атака Начинается Если ты знаком С этим Состоянием Я слышал Но подожди Почему люди боятся Прорабатывать Панические атаки Они боятся Прорабатывать их Потому что Им кажется Что на пике Панической атаки Случится какой-то Пиздец И они Все время Ведут себя так Чтобы не допустить Панической атаки Потому что Там им кажется Что случится Паническая атака И будет лютый Пиздец Но когда Они начинают Делать упражнения По тем принципам Которые я тебе Объясняю Они начинают Испытывать Адреналин Панику Туда себя Толкают Оказывается Лютого пиздеца Не происходит Раз, два, три, четыре, пять И все Рефлекс угасает Так же и с тобой Полежи ты Семь дней В торговом центре На полу Получи ты Отказы на свиданиях Поворожай ты Своё мнение Они скажут А нам кажется По-другому А мне кажется По-другому Получи ты опыт Когда с тобой Кто-то перестал общаться Получи ты Эти опыты И увидь Что ничего страшного Не произойдёт И действуй По-новому Знакомься Говори Здравствуйте Меня зовут Дима И я извращенец Ну грубо говоря Они говорят Ну прикольно Мы тоже Всё У тебя нет Этого опыта И когда ты Начнёшь это делать Вот в чём Твоя терапия Услышал меня? Да Потому что Дим Слишком жёсткие Недопущения Но ты их Не отрабатываешь Потому что Что? Потому что Есть Отсутствует Навык Поведенческих Паттернов Что там нету Никакого пиздеца Лютого Вот в чём проблема Лёша Насчёт терапии Можно спросить Ещё раз Некоторые моменты Я вот Ну в принципе Так и думал Что надо действовать Но вот главный вопрос Который я хотел задать Вот у меня есть Вот это чувство Страха И оно Прям очень сильное То есть Я буквально Засунж моё чувство страха Сев жопу Потому что чувство страха Не должно тебя останавливать Ты Запиши себе Я имею право бояться И я буду бояться Сколько угодно Я буду бояться Когда Буду выполнять упражнения Лежать на полу Я буду бояться Отказов Я буду бояться Не понравиться Я буду бояться Потому что я Сука Блядь Всю жизнь этого Боюсь Но я должен увидеть Что за отказами За лежанием на полу За тем Что я буду другим Ничего не произойдёт А бояться Ты можешь Сколько угодно Вот ты говоришь Я буду бояться Столько Сколько мне нужно Вообще Ты идёшь на свидание Да И ты говоришь Я блядь боюсь И ты себе говоришь Да блядь бойся Сколько хочешь Вообще братан Вообще без проблем А ты говоришь Я не должен бояться Нет блядь Нихера Бойся сколько хочешь Но пойди И получи этот опыт И ты увидишь У тебя же свидания Будут другие Потому что Когда ты приходишь На свидание С недопущением Чтобы ты не понравился Ты ведёшься Как полный мудак Блядь Чтобы понравиться Нету ничего Более ужасного Чтобы вести себя На свидании Чтобы понравиться И когда ты придёшь На свидание С метафорой Что если я не понравлюсь Мне как бы уже Всё равно Ничего страшного Ты будешь вести себя Раскованно Ты будешь вести себя Естественно И девушка Больше увидит В тебе действительно Интересного человека И меньше шансов Чтобы не понравишься Но бывает так Что ты пришёл И ты не понравился Или тебе не понравилось В разных В косовых Или весовых категориях И ты говоришь Я не понравился Вот этой девочке И как ты с этим Отнесёшься Да это чувство вкуса Это разные взгляды Это нормально Пойду на следующее свидание И я ей тоже Не понравился Ну бывает Пойдём на третье На четвёртое На пятое На шестое Но смысл Не в том Чтобы идти И бояться Не бояться Иди бойся Но получи ты Этот опыт Отказов Получи ты этот опыт Взгляда на тебя Как на мудака Позадавай странные вопросы Людям на улице По типу Как пройти в библиотеку Они говорят Ты что охуел У меня такое задание Ну грубо говоря Но только не нарывайся Вот в этом смысле Понял логику Работа с недопущениями Ты понимаешь Логично У тебя не хватает Поведенческих стереотипов Я вот Если терапию Описать Ну коротко То есть Ну сделать абсолютно Всё что я боюсь Не бежать от страха Полностью идти на него Ну и как бы Учиться Нарабатывать этот опыт Опыт чего? Того что я боялся Опыт чего? От тазов Всего того негатива Которого я боялся Дима Ещё раз Крупными буквами В голове Имбассируем Мне нужен опыт того Что я не мог допустить Повтори это Мне нужен опыт того Чего я не мог допустить Что бы я при этом не испытывал Какой бы страх Да Для того чтобы Для того чтобы Избавиться от Да Но для того чтобы Для чего тебе нужен опыт Опыт для чего тебе нужен Того что Избавиться от страха Не не чтобы избавиться Тебе этот опыт нужен для того Чтобы показать себе Что Показать себе Что нет никакой катастрофы С этими недопущениями Ну конечно То есть делать абсолютно всё Что я боюсь То есть Сколько их действий Миллион И мне просто нужно Но в рамках адеквата Не надо ходить по краю крыши В рамках адеквата Естественно То есть в рамках закона и самосохранения. Да-да, безусловно. То есть не надо подходить чеченцам, блядь, понимаешь, и со словами, блядь, я вот сейчас всех побрею. Вот это делать не нужно, да? Да, но вот из-за таких действий, не опасных, но которых я боюсь, надо просто их делать регулярно-регулярно, без всяких отступлений. Ты пойми, что дело не в действии, а дело в том, что ты говоришь, я боюсь, что последствия будут ужасные. То есть дело даже не в действиях. Например, ты боишься, что тебе скажут, что идите нахуй, но пускай тебя пошлют пять раз нахуй. Понимаешь, в чем история? Дело не в действиях, а дело в негативных последствиях, которые ты должен получить. Тебя должны послать нахер, ты должен не понравиться, на тебя должны показать, что ты мудак, тебе должны подойти и сказать, молодой человек, что за дела вообще? Ты говоришь, ну, сори. Я уж не говорю тебе, что тебе нужно делать какие-то социальные яркие вещи, чтобы люди смотрели на тебя как на идиота, но ты и логику должен понять, что дело даже не в поступках. Главное, чтобы они были в рамках закона и в рамках социального безопасности социальной. Главное, чтобы ты понял, что если ты кому-то не понравишься, если кто-то на тебя посмотрит как на мудака, в этом нет проблемы. И вот когда ты эти навыки увидишь, у тебя резко список недопущений начнет таять. И тебе не нужно будет, блядь, всем нравиться, уважать, подлизываться, потому что скажешь, да, действительно, я такой, какой я есть, я вот и люблю это, и это, и это. А если это не в вашем вкусе, сори, на ваше место придут другие. Нахуя мне те люди, которым я должен только поддакивать? То есть, я стану самостоятельным, как бы, в этом смысле, да? Да. И ты будешь себя пиздец как уважать. Ты говоришь, да, у меня не так много друзей и знакомых, но я, блядь, сука, настоящий. Я сам выражаю свое мнение, решаю, и пускай у меня будет три друга, пускай у меня будет три друга, им там знакомые, но я живой. Понял. Леша, вот еще тут несколько вопросов написал, но от тебя хотел бы ответы услышать. Пожалуйста. Вот насчет вот этой борьбы со страхом, то есть, для меня это, ну, вообще новое, то есть, я понял, что надо делать, но если я это научусь делать, то получается, человек вообще с любым... Дим, забудь, блядь, про борьбу со страхом. Услышь меня. Не, ну, не борьбу, я понял. Мы боремся не со страхом. Мы боремся... Стоит, чтобы показаться, чего нет. Мы, ну, услышь меня, мы боремся не со страхом. Мы боремся с получением опыта абсолютного нормального состояния, если произойдет то, что ты не допускал. Мы не со страхом боремся. Весь страх, надо его преодолеть. Мы нарабатываем опыт посыла тебя нахуй и увидеть в этом опыте, что в этом нет ничего страшного. Мы не со страхом боремся. Мы просто хотим получить опыт, чтобы тебя нахуй послали, понимаешь? Услышал вы разницу? Я тебя услышал. Мы боремся с тем, чтобы получить опыт, которого мы боимся, и увидеть, что там ничего нет. Конечно, а не со страхом ты борешься. Также вот я работаю с ребятами с паническими атаками. Мне все борются с паническими атаками. Да не с паническими атаками надо бороться. Надо бороться с наличием опыта безопасности тогда, когда тебе кажется, что все пиздец. Вот мы боремся с нарабатыванием опыта, потому что в основном все избегают этого опыта. Согласен? Избегают мнения, избегают отсвечивать, избегают внимания. У них нет этого опыта. И они думают, надо бороться со страхом. За каким, блядь, сука, страхом? Не со страхом. Опыт надо нарабатывать. Услышал меня? Да, услышал. И хочу вот очень вопрос важный задать. Если научиться это делать, то понятно, этот принцип его отработать, то получается, в принципе, любой страх, который в жизни возникает, по такому же принципу не преодолевается, а прорабатывается. Ну, конечно, аллилуйя. Тобой управляет только то, что ты не можешь допустить, потому что у тебя нет опыта этого допущения. И действительно, вот мне еще очень интересно было узнать, но много твоих видео посмотрел, были ли у тебя случаи, ну вот, с клиентами, когда вот они были, ну, прям очень-очень зацензурированы вот этим страхом, они все это преодолевали, становились полностью другим человеком. У меня 12 лет этот опыт. Посмотри YouTube, я не знаю. Ну, я не записываю эти кейсы, но иногда я записываю кейсы. Если хочешь, я тебе постараюсь попросить какого-нибудь своего клиента в Skype, чтобы в Telegram-канале надиктовали. Но здесь наверняка есть ребята, которые сейчас в чате напишут. Вот эта лютая зажатость, вот эта лютая УКР-ная социофобическая конструкция, она абсолютно просто рушится. Надо, чтобы авторитет тебе сказал, что, блядь, я хочу, блядь, Дима, чтобы тебя послали 15 раз нахуй, чтобы ты этот опыт получил, понимаешь? Ты не можешь научиться преодолевать страх прыжка с парашюта, пока ты не прыгнешь 30 раз с парашютом. Мы преодолеваем не страх, мы преодолеваем незнание последствий. Услышь это. И социофобия, УКР, это не работа со страхом. Это работа с поведением, где ты вышел на сцену, сказал, мороз и солнце, день чудесный, дальше я забыл все. Га-га-га, ты с этим справился, получил этот опыт, что все посмеялись, ты говоришь, ну, блядь, ну, неприятно, ну, некомфортно, ну, и что, преодолимо, ну, и все, вот. Понимаешь? Да, это, в принципе, я понял. Вот я вот много таких видео посмотрел, вот мне на самом деле, как и многим, думаю, было бы интересно видеть людей, которые действительно вот поменялись, или просто что-то я о них говорил, или позывал. Я думаю, что мы сделаем цикл видео, просто, понимаешь, все-таки я очень переживаю за принцип конфиденциальности. Это первое. Подожди, а во-вторых, я имел возможность уже как много лет делать отзывы на Ютьюбе. Многие мои коллеги этим не грешат. Но проблема в том, что для меня любой видеоотзыв в Ютьюбе, он немножечко не совсем про профессионализм. Но, может быть, я сделаю истории нескольких клиентов по разным расстройствам, которые, может быть, в закрытом режиме я буду показывать, чтобы не на всю аудиторию, а именно как терапевтический кейс. Чтобы вот такие, как ты, видели, что вот тот был дядя Вася, он рассказывает свою историю, ты говоришь, блядь, дядя Вася пиздец, как и я, он рассказывает тебе, что он применял вот эту работу с поведением, и у него вот такие результаты. И это дает тебе психологическое подспорье. Вот в этом смысле терапевтический кейс, да. Но выкладывать на Ютьюб, здравствуйте, мне помог Алексей Крайсиков, спасибо ему большое, но я не настолько мудак, понимаешь? Не, ну, я имею в виду просто, ты можешь сам, в принципе, описывать не обязательно их слова. Ну, я и так описываю много, и в Телеграме описываю, сейчас будет больше в Телеграме работы, подписывайся, будешь следить. Там просто в основном... Хорошо, давай заканчивать. Ты понял, что надо делать? Повтори своими словами, в чем твоя проблема. Давай, тебе пять минут, чтобы ты повторил мне все, что ты сегодня услышал. Но не так, чтобы мне понравилось, блядь. Скажи, начинаешь повторять так, Леш, мне похер, понравится или нет, я понял так. Леш, мне похер, понравится тебе. Я понял твои слова так. Ага, хорошо. Моя проблема в том, что у меня огромный список недопущений, и я очень переживаю, что что-то произойдет, если эти недопущения случатся. И терапия... Потому что в детстве... Потому что в детстве я себе придумал, что за этими недопущениями какая-то катастрофа. Потому что папа для меня был очень авторитетным. Да. И за него соревновались эти недопущения. И моя терапия состоит в том, чтобы показать себе, что за этими недопущениями не происходит никакой катастрофы. И неважно, что я буду чувствовать при получении этого опыта, насколько сильный страх. И я не в том, чтобы убрать этот страх, а в том, чтобы получить опыт этих недопущений. Что в этом недопущении нет... Ничего не происходит. Нет катастроф. Ну красавчик. Ну молодец же. Сейчас что-то чувствуешь, что ты думаешь? Я думаю делать абсолютно все, что мне страшно, как можно больше и как можно чаще. Пятнадцать раз, чтобы тебя послали нахуй на свидание. Семь дней, чтобы ты лежал в торговом центре на полу, чтобы все смотрели, как на полу мудака. Получи этот опыт и увидь, что там нет ничего страшного. Конечно. И вот тогда у тебя мозг начнет функционировать по-другому. в рамках закона и в рамках социальной безопасности. Мы можем этот кейс на ютюбе показать? На ютюбе? А то вдруг, блядь, что подумают, да, протя? Да. Можно я последний вопрос задам? Давай. И отвечу. Давай. Ну, у меня есть некоторые такие вот действия, которые вызывают страх, но когда я их делаю, непонятно, то нравится это людям, то или нет. Например? Ну, например, не знаю, выйти, позаниматься спортом, когда ты в не очень хорошей форме. Кажется, что я буду снять, ничего не происходит. Иди, занимайся спортом, блядь, в любой форме, и тебе должно быть похер, что подумают люди. Вообще в любой. Да в любой, блядь, хоть в трусах выйди, блядь, понимаешь, позанимайся спортом. Да сделай ты это, и увидь, что оттого же ты вышел в трусах позаниматься спортом. У тебя люди посмотрят как на полу мудака, пиздец какой-то, ебанько, блядь. Ну и что? Это не значит, что ты всю жизнь должен в трусах заниматься. Это значит, что ты должен получить опыт этого впечатления о тебе, и все. И увидишь, что ничего страшного не случится. Ты все время, вот ты мне сейчас опять рассказываешь, Леш, я вот, чтобы не получилось недопущение, вот так себя веду. Это нормально? Да дело не в том, как ты себя ведешь. Нет, спорная ситуация. Да, дело не в том, как ты себя ведешь, а дело в том, что ты боишься недопущения. Допускай, они думают, что ты в любой физической форме, им похер на тебя, понимаешь? Вот я, когда в зал прихожу, там, блядь, товарищи совершенно разные, понимаешь? Да похер на то, как они выглядят. Да, похер. Не похер, только им. Ну, давай, ну, давай, что с кейсом? Ну, кейс, ладно, выкладывай, бог с ним. А что ты боишься? Я? Да? Даже не знаю, что знакомые увидят. Какое недопущение? Недопущение, ну, подумаешь, что я странный, как бы, вроде такой нормальный, все правильно, а тут такая, ты не допускаешь, что люди подумают, что у тебя есть какие-то психологические аспекты, ты не допускаешь, что кто-то скажет, что вот парень, блядь, такой, но ты не допускаешь другого, что этот кейс посмотрит несколько тысяч людей, и ты увидишь комментарии под этим кейсом, где тебе скажут, Дима, блядь, большой тебе, сука, спасибо, блядь, братан, что ты это разрешил, потому что благодаря вот этому разбору, блядь, который вы тут учинили, я для себя многое понял, а ты не допускаешь, что этим кейсом ты спасешь огромное количество жизней, блядь. Деш, я не хочу, как бы, оказаться плохим человеком, но у меня, как бы, почему-то мысли о других людях, из-за, может, из-за этой социофобии, как-то вообще нет никакого беспокойства. Я, как бы, буду рад, если человек, находящийся в моей ситуации, преодолеет, но на первом месте есть преодоление самому этого ужаса. Я буду делать все, что угодно. Но так допусти, что о тебе могут подумать как угодно. Ну, я вот и думаю, что пусть посмотрят. Если бы ты был моим клиентом, я бы тебе сейчас дал задание. Каждый день присылать моему ассистенту фотографии, где ты лежишь в торговом центре на полу раз, и через неделю прийти на занятия и рассказать о том, как ты, как тебя послали нахер и как ты выглядел как мудак 2. Если ты этого не сделаешь на занятия, не приходишь. Круто. Вот так, очень круто. Только так с тобой надо работать. В другом не прокатить. Ну, что с кейсом-то? Да, нет? Да, да. Ну, красавчик. Ну, спасибо тебе. Тебе скажут спасибо много людей. Я тебя благодарю за этот кейс. Он был реально крутой и мега полезный. Спасибо тебе большое. Дай бог. И тебе спасибо, Леша. Не дай бог, а дай тебе мозгов, чтобы ты понял, что надо делать. Да, я понял. Ну, вот насчет того, что ты сказал, что вот мне очень поможет авторитет. Может, не с комитетом психолога в городе. Ты все равно занят. Если ты найдешь психолога, который будет для тебя авторитетным и который сможет тебя требовать так, как я, это будет только прекрасно. И ты занят, да? У тебя там все расписано. Но это ты Тане позвонил, точнее, я не знаю. Она заведует моим расписанием. Понял, понял. Все. Красавчик, действуй. Переслушивай кейс, он тебя будет все время теперь садиться. Обязательно. Молодец. До встречи. Пока. До встречи. Пока. Ну что же, прекрасный кейс, прекрасная точка роста, прекрасные два кейса сегодня. И первый перешел плавно во второй. Во втором кейсе получилось показать методику, получилось показать в принципе на конкретном кейсе, что имелось в виду в девятнадцатом сезоне, как это выглядит. И я отдельно хочу сказать еще раз спасибо Дмитрию и спасибо Александру о том, что они решились. И спасибо вам большое, что сегодня работали вместе со мной. Спасибо вам. Увидимся с вами в следующий. Пусть он на следующем занятии. Да, кстати, Иван, хорошее предложение. Дима, на следующем занятии я попрошу тебя позвонить. Дим, напиши плюсик, что ты меня слышишь и ты принял домашнее задание. Спасибо, Вань, за подсказку. Я с тобой уделю тебе на следующем занятии минут десять и ты, блядь, мне и всем нашим зрителям расскажешь о том, каким ты был мудаком на этой неделе. Понял меня? Услышал, да? Вот, десять минут я с тобой поговорю в следующий раз. Буду ждать от тебя отчета. Все, ребята, точка роста заканчивается и продолжается. Какие задания? Еще раз. Ты лежишь каждый день в торговом центре на полу и рассказываешь мне через неделю, как у тебя каждый день менялись ощущения. И второе задание, ты идешь на свидание, чтобы получить несколько отказов. Все. Все. Спасибо. Точка роста продолжится в следующей среде. До свидания. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok